Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий более известно как МЧС. Оно существует с 1990 года и за 25 лет превратилось в одну из эффективнейших спасательных служб в мире. На вооружении спасателей стоит самая современная техника, а регулярные учения позволяют поддерживать высокий уровень сотрудников. На счету спасателей огромное количество проведенных поисково-спасательных работ. Десятки тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. За 25 лет динамичного развития российский корпус спасателей прошел большой славный путь. Работу в Подмосковье осуществляет Главное управление МЧС России по Московской области. Объем этой работы колоссаля на поддержку спасателям активно оказывают региональные власти. Губернаторам Московской области, правительствам Московской области уделяется большое внимание развитию безопасности, в том числе и безопасности, которая связана непосредственно в спектре МЧС. Оказывается большая поддержка при реализации различных наших программ, при проведении различных учений. На торжественном собрании в Доме культуры «Солнечный» особо отметили сотрудников Московской областной противопожарно-спасательной службы. В подразделении существует 136 пожарных частей и около 30 поисково-спасательных. Также работают 7 специализированных отрядов. Это водолазы, взрывотехники, авиационные и медицинские службы. Ежедневно сотрудники подразделения совершают в среднем 290 оперативных выездов. В этом году мы свои задачи оперативные выполнили. Спасено 2700 граждан в Московской области. Оказана помощь 5500 граждан. Для подмосковных спасателей выступали творческие коллективы. Прозвучали как известные, так и совершенно новые композиции, посвященные службе. Нас ждут беда, и застегнутые люди. И от природы мы не ждем чудес. Коль мы в пути, то значит помощь будет. Зовут нас просто парни МЧС. МЧС ежедневно находится в состоянии полной готовности к оперативным действиям. Пожары, наводнения, ДТП. Наша страна часто сталкивается с самыми разными бедствиями. Но попавшие в беду люди знают, если случилось несчастье, помощь уже в пути. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.